седьмой выпуск креатив футворки и сегодня мы поговорим с вами о паттернах и эйтбол концепте паттерны я уже упоминал это выражение предыдущих уроках повторяюсь что это зацикленный повторяющийся набор определенных шагов то есть вы начинаете в одной точке через какое-то количество движений вы возвращаетесь в эту же точку определенный какой-то рисунок и вы вернулись на место эйтбол концепт это паттерн который из одного потока переходит в направлении другой то есть если вы начали по часовой стрелке через какое-то количество шагов вы продолжите делать это движение но без остановки без какой-то специальной смены стороны у вас продолжится это движение уже в другую сторону и вот зациклена она выглядит вот так вот то есть поэтому называется эйтбол то есть восьмерка вперед сейчас я вам покажу все будет понятно первое паттерны во первых уже знакомые нам паттерны да это все наши в основном самые известные базовые футворки 3-step 4-step 5-6-7 и так далее то есть через шесть шагов вы на том же месте да через четыре шага вы на том же месте здесь это и есть паттерн и по сути раньше никто не задумывался о том что да вот типа все делали 6-step и все это база просто люди думали о том как за определенное количество шагов просто вернуться на то же место допустим берем 8 и начинаем думать все за восемь шагов на то же место за 6 шагов на то же место просто с течением времени и так получилось что исторически именно вот этот вариант 6-step а до считается базовым и все его учат все его преподают на право и налево и все его знают ну это так сложилось но при этом никто не вас не привязывает что 6-step это только вот этот 6-step это просто у нас так сложилось и мы его таким запомнили но ради прикола попробуем ради интереса ради развития просто берем число берем начальную точку и за это число шагов вы стараетесь вернуться в ту же точку например я возьму те же шесть шагов у меня есть готовый уже паттерн это просто тот же самый 6-step но я двигаюсь по определенной схеме немножко измененный первый шаг я ставлю без изменения я начинаю спор лежа но при этом все остальные шаги я выполняю только правой ногой посмотрите это раз два три четыре пять шесть левая нога все время была на месте я по сути сделал все те же позиции сик степа но при этом я двигался только правой еще раз раз два вместо того чтобы сейчас вытащить левую я двигаюсь правый три четыре пять шесть вот такой паттерн сик степа например мой вариант у вас может быть другой но об этом позже опять же можно взять что-то по посложнее да чем меньше на мой взгляд шагов тем интереснее тем сложнее то есть надо сделать меньшее количество движений но при этом преодолеть на большее расстояние например у меня есть вот такой паттерн форстепа я подумал как за четыре шага вернуться на то же место раз два три четыре еще раз начинаю удара назад 1 2 3 4 от как я к этому пришел есть вот это движение вам по 1 2 я решил просто сделать его более широким более таким динамичным прыжковым таким образом меня получился такой форстеп на домашнем задании вы попробуйте также аналогично берете любое число какой-нибудь я вам загадаю и так же просто при пытаетесь придумать главные ребята не берите очень большой потому что вы запутаетесь очень много движений надо держать в голове а вы их только что придумали это будет довольно таки сложно двигаемся дальше следующее это это был концепт то есть движение зацикливаются и при этом направлении меняется мы сделаем сначала простой вариант и вариант посложнее и так простой вариант у нас будет на базовых шагах зациклен по кругу но при этом мы будем делать на последнем шаге смену руками и смена ногами и так мы начинаем раз два и отсюда нога уходит накрест и рука уходит вместе ногой то есть руки повторяют положение ног и отсюда упор лежа и идем другую сторону там там вам 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 здесь у нас идет смена другую сторону и руки повторяют движение ног снова упор лежа и выход уже другую сторону покажу сюда начинаю 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 то есть нет жесткой смены я постоянно нахожусь движение но при этом сторона меняется это основной смысл и был концепт этот вариант вы можете легко использовать также подумайте над своими ну и вариант посложнее будьте внимательны движение реально непростые одно движение я уже показывал на одном из прошлых уроков это та самая когда делать тот самый свип в бок когда вы поднимаетесь коленки на ногу еще раз покажу вот этот вам но нам понадобится еще вот такое движение по сути это тоже это фор степ но он имеет собой некоторую особенность я делаю мать и раз два три четыре здесь я выставляю левую ногу то есть иду пока по ходу делаю заход на слайд выход да и и здесь я уже меняю сторону и делаю тот же фор степ только уже как вы заметили в другую сторону раз два три четыре смена заход на слайд и пошел слайд подъем смена и иду снова на фор степ и опять нога поменялась раз три четыре слайд раз два три четыре слайд то здесь уже вариант поинтереснее здесь есть слайд и необычный фор степ с шагом за спину на первый взгляд может показаться вроде просто но когда я это придумывал я это учил мне именно этот шаг вот за спину давался немножко с трудом и так домашняя задание паттерн вы придумаете файл степ это специально вот меня есть five step 5 шагов и дополнительно вы придумаете еще один со своим числом шагов которые вы выбираете сами то же самое вы делаете эйтбол концептом одного движения будет достаточно эйтбол на своих шагах главное что не должно быть нигде остановки вы постоянно двигаетесь и при этом страна меняется это был седьмой урок друзья вперед тренироваться